20 декабря 2023 год. Общественный совет станицы Полтавской производит основу очередного преступления, которое теперь совершает наше МПЖКХ. Вот это все сейчас, где я нахожусь, стоит лютый вбран, просто вонь. Как сказали в МПЖКХ, это вода получается у них дождевая. Дышать невозможно, посмотрите, что это сплошная канализация. Все, тут просто утонули все окрестности. Такая дождевая вода. Дождь с говном льет прям с неба. Смотрите, что делается. Идем далее. Вот мы сейчас пришли на какую-то плиту, тоже затопленную фекалиями. Это что такое? Это, скорее всего, колодец, потому что здесь раньше тоже протекало, и вот они накрыли. И вот от труба как раз вот идет. Вон оттуда, да? Да, вон где трехногий столб стоит. Трехногий столб, вот оттуда идет труба, и она движется вот где мы находимся. И вот мы были недавно вот там, где как раз она, прорыв течет. А куда движется труба дальше? Дальше в сторону Р-6. Это вот эти три трубы, которые через него перекинуты, получается. Да, да, да. Вот. И типа на чесные, которые по бумагам есть. Да, это на чесные, но вот если поедете туда, посмотрите, там полный канал перед Р-6, который идет под Р-6, до конца, почти до военного городка, там под Р-6, и она уходит, черепашек туда, на рачек идет. Но можно, значит, сказать, что раньше этот канал, для чего-то другого был предназначен. А сейчас они его используют, получается, как слив канализации. Наверное, вот полный там. И вот порывы тоже возле моста, там страшное поле, залитый угол весь, но никто его ничего не делает. Получается, труба все, полностью в негодности. Конечно. Ну, по-боже, я обещал, жарил два километра, заменил деньги, выделили. Это еще в 87-м году. Положили здесь трубы, асбестовые, получается, как всегда, денег нет, но вы держитесь. Да, да. Хотя вот эту землю, купил вот этот, мужичок с фермой, хотел сажать малину и клубнику. А когда он узнал, как это так, как они мне продавали, если здесь, говорит, идет канализация на труба. А, вот его весь. Вышло, что они и обманули человека, получается. Ну, да, как это? Я говорю, пойди посмотри, что так творится. Ну, я думаю, ни один уважающий себя фермер в это говно ягоду не посадит. Да. А ведь за это платятся деньги и платятся немалые. Насколько я помню из переписки в чате, платят 94 рубля за кубометр воды, которую должны утилизировать, имеется в виду канализационная вода, по всем правилам. Ну, получается, у нас вот это вот такие правила теперь для утилизации. Вылить на поле, списать на дожди, деньги положить в карманы. И все. И трава нет. И вот сколько буду идти, оно все затопнуло. Здесь сутками выливается. Чуть где низинка образуется фекальное озеро. Здесь просто очередная экологическая катастрофа станицы Болтавской. Это все наше многострадательное станице, в который раз, казалось бы, наведите порядок. Нет. Иду все. Под ногами плюхает. Потому что просто утонуло. Вчера позвонила я. Ругалась, орала не своим голосом. Хотя диспетчер сказала, что к нам никакой коняев не обращался. И записи здесь нет. Потом она, послушав меня, опять же спрашивает, а что у вас течет? Да у меня ничего не течет, ребята. Дома многоэтажные платят за то, что водоотвод оплачивается. Куда деваются деньги? В принципе, если даже поменяют канашку, то куда она будет все равно сливаться, если очистных сооружений в приоре нет. Вообще нету. Вот честно, живем, как бомжи, то со свалкивания, то канализация. У меня у соседей, у обоих, есть вода в подвале. Потому что она давит, ее же будет давить к речке. Все знают закон физики. Мы свой колодец закопали после того, как у нас вот случилась вода. Год, второй год, третий год. Но я здесь живу с 89-го года. Эта канализация, как была, ее никто не трогал, так она и по сегодня у нас здесь есть. Вот Димка покойный Лобков лазил ее постоянно, хомуты навешивал, навешивал, но уже хомуты, видно, некуда навешивать. Вот оно, как только качнули сильнее, особенно, когда качает, там насос качает с центра сюда на выброс. Оно здесь ручьем бьет аж через верх. Поэтому нормально такой запах стоит, хоть повесьте. Я не могу понять, сколько это будет еще длиться. Вот Белькову задаю вопрос, по-божьему вопрос, Васину вопрос. Вот скажите, когда перестанете нас травить? Ну, дайте нам пожить хоть чуть-чуть. Не возят на свалку здесь говно течет. Здесь туда надо, значит, смотреть. Мы что, так и будем оглядываться? Вот я жить спокойно уже хочу. Мне за этих два года две болячки добавилось на нервной почве. Зачем? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...